ребята всем огромный привет с вами роман шкудер компания ford life и специально для наших партнеров компания market сегодня очередной еженедельный обзор рынка криптовалют значит посмотрим что у нас было кто смотрел мои прошлые обзоры это говорил что я ожидаю рост в зону 2830 я свой сценарий не отменял до было попытка пробить уровень дальше уровне скажем так нападение но мы видим что это было спровоцировано там разными новостями там и банкротства банка в америке и так далее но потом как оказалось доверие к битку восстановилась больше она началась скажем так люди больше начали доверять после этого увидели как как банки могут просто там за один день не отдать там 180 там 5 миллиардов или 175 миллиардов долларов разных компаний и но потом написали что все таки вроде доступ им дадут и они смогут свои средства вернуть имеется в виду юридические физические лица которые имели счета в этом банке силаре но силикон банк называется кто не знает значит что сейчас ребят смотрите подошли к уровню 25 ложный пробой ложный пробой уровня и посмотрим качество будет реакция то есть вот сейчас очень важный нюанс есть сильнейший уровень все время этот уровень тяжело реально пробить но его тяжело пробить потому что он с историей он тут также вот это еще точка тут есть вот она получается и значит прошу прощения аж правда посмотрим какая сейчас реакция будет на этот уровень ложный пробой если реакция будет ребят то значит будет падение если реакции нету скорее всего может быть пробой и продолжение но ребят я вчера кстати говорил нашим ребятам счета на видео что значит скорее всего он не бывает такого пробоя ну так резко быстрый подход к сильному уровню сильное движение уже энергии нет такой уровень так не пробивается то есть я думаю скорее всего либо откат и посмотрим как будет реакция либо откат консолидация пробой либо может быть пробой консолидация движения то есть посмотрим посмотрим специально вчера так сделали вынесли всех шартистов ребят но в целом смотрится она неплохо на недельки тоже обратите внимание какая резкая свеча то есть обратно шикарно просто все поглотили хорош хорошее движение теперь желательно эту неделю конечно закрываться выше 25 на лучше там даже ну там где-то 26 закрыт вообще будет идеально но посмотрим какая будет в итоге у нас ситуация в данном случае но пока что смотрится позитивно но я бы уже сейчас не лез ребята кто конечно хочет очень сильно рисковать можете попробовать шартец там со стопом выше там 25 400 образно говоря если хотите то есть я пока не лезу я пока на понаблюдаю видео 25 но поджимается все-таки был пробой с обратными движения но бы это как бы шартовая модель сейчас рисуется на самом-то деле шартовая модель но увидим как в итоге я пока ребята не лезу честно вам скажу я пока понаблюдаю я на движение себе заработал которые было им недостаточно пока что значит смотрите поди отмечали сами уровень один уровень 2 то есть здесь пробили дальше творите второго уровня и смотрите какой импульс тоже пока смотрим сейчас за зоной 032 с половиной бен бишечка бен бишечка что здесь смотрите вот уровень нас проведен 314 обратите внимание вот был уровень 1 300 то есть 263 почти ударили отскок резки к следующему уровню опять держит то сейчас надо смотреть за этой зоной быстрый подход ну такой тоже обычно таких пробоев не бывает тут вообще три уровня дальше зона 314 354 ну вот вот эти все уровни там будет тяжело пока что сейчас я думаю что скорее всего либо откатик ли я будет здесь на месте стоять смотрите нефтянку кстати если даже не смотрел нефть слили до нефтянка конечно да полилась даже не смотрел в него не торгую и но здесь кажется 86 тоже смотрите это уровень хороший слили но теперь до 75 пробьет то конечно будет и печаль значит что дальше дотик 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 что у нас дот 5 и 7 и зона пить и вообще 5 очень классная цифра я ждал что будет 5 ребята ну там я ждал там 550 1502 но не достали и сразу резкий выкуп теперь значит ждем откат 5 и 7 и цель будет роста и думаю где-то 7 с половиной плюс минус там 7 и 7 и 2 7 и 5 тут тоже можно что-то привязаться конечно хотя пока сейчас видите range надо очень внимательно и плюс когда движение уже прошло не надо быстро лезть ребят смотрите просто всегда когда энергия набралась ее израсходовали не надо там лезть вот эту вот колбасу вот это тоже и когда же не прошло я уже тут не лезу я лучше постою в сторонке понаблюдаю но пойдет без меня ну пойдет мне все равно я соревнов свое заберу на дистанции значит что дальше 103 смотрите по эосу пробой ложный обратно при ретесте еще раз там удержание этого уровня можно пробовать взять с целью 1 и 2 ну то есть каша со стопом ребят сейчас без топов торговать не надо потому что тренда нет без топов можно торговать когда но я имею ввиду только на спатье в никаких фьючерсов то есть и но имя виду без без плеча без плеча без без топом можно только без плеча если плечи только стоп ребят потому что будет убивать очень резко ну 1 1 хвост и все кто не верит можете посмотреть биржу хуйну это токен биржа хобби ht ну здесь просто нету но что можете посмотреть значит и вы увидите там хвост был там на 90 процентов за один день после там даже там второе плечо уже все смерть сразу что просто понимали депозитами ввиду и значит тут со стопами когда будет тренд и там на спатье можно посидеть и без топов там понабирали пистолида перехай пока смотрите у нас тут никакого перехая уже нас падение первых было трех range с мая месяца то есть в range ходит туда-сюда ну тут без топов торговать конечно ребят не стоит тут объемы были хороший уровень классный зона 08 значит павел су пока что тенденция нормальная только нужно ретест 103 по эфиру диана сфера кстати эфира очень интересно ребят смотрите эфир вот уровень был там 1660 но тут 1700 1660 вот этот уровень эти была попытка закрепиться обратно ретест снизу и еще вниз потом обратно наверх и смотрите вроде бы закрепляется но после движения это будет тяжело сделать пока что может быть час обратно пробьет и потом еще раз вернется то есть я бы пока не лес честно вам скажу я бы пока не лес хотя в может быть все можно 2000 пойти там и пофиг на меня и на всех остальных на самом-то деле но я бы пока подождал если уже хотите очень брать надо подождать ретест 6662 вот смотрите кстати как четко вчера вообще было вот это шикарно ребят очень крутая точка была и от нашего уровня который нарисован был еще там пару недель назад здесь тоже смотрите как стояли вот ретест сверху еще один ретест дезеркального уровня обратите внимание движение на 100 долларов просто при стопе там в долларов наверно 10 10 к одному вот этот ретест надо еще раз подождать но я думаю что провалит в моменте если честно дальше посмотрим что у нас еще light coin вообще шикарно вы купили то есть пока холдинг там будет да ну я думаю до холдинга он еще нормально походит то есть смотрите снижение да тут хвост какой-то вот этот уровень был там 60 его можно уже отметить принципе он неплохой вот этот вот уровень он реально хороший то с него было раз два три потом четыре движения вот пять прям туда ударили то есть 65 там 66 дальше 72 и вот здесь 81 но пока ребята я обожал откат где-то может быть на 73 вот тут можно что-то рассмотреть пока бы не леса сын перебят пока летит что-то там ему плохо да пока ребята ему плохо это я так понимаю что это это фьюч или нет сток индекс снб значит 15 марта то сегодня уже да значит да это уже при маркет наверно пошел нас на марта до или это фьючер значит тоже обратите внимание не сходящая линия тренда пробили протестировали и опять ну пока ему реально плохо честно скажу плохо ему вот тут уровень было здесь еще уровень ну пока ему конечно печаль как есть такая ситуация чтобы могут пяток не потянуть то есть если даже alguma санте пойдет да так может не пойти потому что бы могут деньги перетей�� будет перетекать в биток с фанды поэтому может быть такое что фонда вниз биток на наверх то есть такое может быть мы посмотрим вот тут еще уровень есть вот этот уровень можно его отметить вот Вот эта зона 3800, плюс-минус 3800, 810. Если провалят, конечно, будет гайка. Гайка будет ему. Габелла, как говорится. Габеллина. Пока что вот так вот. Ну, посмотрим. Пока что не очень смотрится. Соланчик. Соланчик, ребята, отскочил. Почти до 15 дошел. Немножко не дошли, отскочил. Я бы тут пока лонгив не рассматривал. Лонг только где-то от 16, от 15, если будет остановиться. Я бы вообще брал где-то по 10, по 11, если будет. Трон, ребята, трон вообще был шикарный. Смотрите, трон что сделал. Просто пробил уровень. Вначале очень сильное снижение. Очень сильное снижение вот здесь вот. А потом просто обратно сразу же за 3 дня. Шикарно. Ну, как бы это ни было, ребята, может быть, что это тоже движение. Может быть, специально все засадили, а потом будет вниз. Такое тоже может быть. Вот я сейчас это смотрю. Очень похоже на то, что может быть, что движение пойдет вниз. Пересильное движение, такое резкое движение наверх. Все, кто хотели, закрылись. но всех остальных всадили в лонги, и потом на них уже будет это снижение. Ну вот здесь уровень 0.064, вон он, кстати, 0.064.4, отличный уровень, кстати, шикарно, с него было снижение. Ну, я бы пока, конечно, после такого движения могут пилить пока, что я бы понаблюдал, не спешил бы. Что это у нас? Lumen Stellar, значит, тут было 0.93, ну и здесь отскочили, вот уровень 0.08, 0.08, на откате можно что-то будет посмотреть, пока что высоковато он находится. Ripple, хриплый уже, бог знает сколько, там рисуют что-то, я уже не знаю, когда он пойдет, на этом есть позиция, я уже не знаю, что с ней делать. Может куда-то перелить эти просто деньги, там, не знаю, какой-то искусственный интеллект, типа там, Али, или там, Аджикса, или что-то еще, который может выстрелить. Ну, конечно, на откате пока что это все высоко находится. Или Матрикс там есть, искусственный интеллект, потому что вот эта херня, непонятно, когда она пойдет, мне уже не хочется. Ну, знаете, как выйдешь, и она пойдет. Может быть, знаете, как надо делать, то есть, ну, не знаю, там, половину выйти, а половину сидеть. То есть, если пойдет, половина есть, а если не пойдет, то ты половину перелил там в другое. Ну, пока такое все рисуется, я думаю, что он пойдет, пойдет, ну, может даже вот так. Ну, когда? Ну, вообще не понятно, что по месячному графику. Месячный график у нас здесь было, потом импульс, и опять, ну, похоже, что-то как вот здесь, или вот эта ситуация, могут еще сходить. Ну, такое, ребята, честно вам скажу, никакого там тренда нет. Такой себе рипл, конечно. Думаю, что импульс нет, но вопрос, когда? Сейчас что смотреть по нему? 0.32 и 0.34.8. Вот здесь вот есть, ну, я бы пока что-то не лез. Не знаю, такой он вообще непонятный. У него можно что-то поинтереснее найти. Вот это вот, Тезос, кстати. Тезос тоже вот пробил уровень, был отскочил обратно. Такое часто бывает. Импульс, Дитри, Ритес вот этого уровня, и сейчас вот стоит под ним 1.20. Ну, я бы смотрел с 1.03, или выше 1.20, уже стоили 1.47. Ну, нужно хорошее закрепление четко. Как-то так, ребят. Всем, кто хочет открыть счет по компании Маркетс, плюс получить бонусы, переходите по ссылке ниже, регистрируйтесь. Есть тут куча инструментов, около 500. Насколько мне ребята написали, 500, кстати. И фьючи, и там акции, и крипта, все подряд в одном терминале, с одного счета. То есть очень круто, поэтому можете в целом использовать. Надежно, удобно. Ну, и мета-трейдер, конечно, пятый, я обычно по этому говорю. Потому что знаю, какие глюки бывают разных там биржевых аккаунтов. Там реально глючит платформа все время. Они сырые еще. Понятно, что мета-трейдера там не знаю, сколько, наверное, 20 лет. А им там, не знаю, ну, 3 года или 4, ну это, или 5 даже. Ну это мало. То есть он еще не до... И плюс там еще миллион пользователей, или 2 миллиона, он все глючит. Такой, если мета-трейдер надежный, старый, конечно, но надежный зато. Это лучше надежный старый, чем надежный новый, как говорится. Значит, что по битко, ребята, видите, был импульс. Ну вот это движение, мне не нравится, что так быстро. Вот это очень быстро. Да, это круто, потому что в рамках такого, как бы, все говорят, не скажешь, и тренд. Такой на нескольящем тренде не бывает, ребят. Когда откат, обычно заливают. Мелкий откат и дальше. Смотрите, здесь резкий выкуп. То есть видно, что здесь уже набрали нормальную позицию. Крупняк набрал. И здесь была уже кульминация объема. Уже всех вынесли. Потом обратно вернули. Ложный пробой комбинации. Есть такая модель. Значит, обратно сразу пошли. Ну, ретест почти... Это очень хорошо, что ретест сделали. Там я думал, что еще могут дать на 18700. Вот это, если бы сделали ретест, вообще было бы шикарно хвостом прям. Но не дошли. Понятное дело. Там, наверное, заявок стояло просто огромное количество на покупку. Поэтому не дошли. Импульс обратно сразу, резко прям выкупили. И сейчас вот, ребята, такое вот 50 на 50. То есть, скорее всего, я думаю, что все равно будет какой-то откат. Ну, хотя могут и потянуть. Я пока, ребята, не лезу. Подожду, что будет. Я на этом движении ее там забрал. По некоторых там позициях. И в битке биток не брал. Ну, хотя зря надо было биток брать. Но взял другое. Там тоже закрылось уже. Да. И я пока посижу, понаблюдаю, что будет дальше. Потом посмотрим. У меня есть позиция долгосрочная. Если пойдет, я все равно заработаю. Поэтому вот так. Всех обнял. Всем хорошего дня. Пишите свои комменты. Ставите лайк. И до новых встреч. До следующей, кстати, недели новых встреч. Уже заговариваюсь. В следующей неделе у нас по средам или в четверг выходит у нас вот этот обзорчик. Поэтому всем пока, ребята. Хорошего настроения. И главное, не забывайте о рисках. Субтитры сделал DimaTorzok